На шестом всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, собрались люди из монархического прошлого нашей страны. И с того времени, когда Россия называлась Российской империей, и элитой общества являлись княжеские и дворянские рода. Безусловно, такие собрания нужны. В них есть определенная польза. Хотя бы осознать новые вызовы и наметить новые рубежи. Конгресс посетил президент России Владимир Путин. На мероприятии выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Но, пожалуй, главное в таких встречах то, что российское дворянство оказывается на родной земле. И путем хотя бы своих выступлений может некоторым образом повлиять на политическую ситуацию в нашей стране. Хочу представить нашим зрителям. Это князь Шаховской Дмитрий Михайлович. Сын тех Шаховских, которые после революции эмигрировали во Францию. И держат традиции русской культуры, русского ума, русской чести во Франции. Да. Дмитрий Михайлович, подскажите, почему 25 лет новой России и не озаботились русским вопросом нашей власти? Почему 22 республики имеют государственность внутри России, а русский народ лишен правосубъектности? Вы знаете, я не юрист. Поэтому ответить на чисто юридический вопрос сложно. Но я могу вам ответить с точки зрения, скажем, историка и литературоведа. Да. Тот факт, что существует дом русского зарубежья, я считаю, что это колоссальный туз. Кроме этого, это не только туз. Это мост, который перебрасывается в разные стороны. И который исходит из чувства заботы о русском самосознании. Здесь говорят много об идентичности. Идентичность для меня. Да, в чем? Это этикетка. Это слово, которое, в общем, надуманное. А русское слово, правильное, это самосознание. И, между прочим, вот мы сидели с белорусами, есть один, в общем, в 19 веке Кайлович, который первый написал историю русского самосознания. Что важно, это что история русского самосознания состоит из двух началов. Одно начало духовное, это православие, а с другой стороны историческое. И нам надо соблюдать определенное правовесие между первым и другим. А скажите, а русская земля, это же понятие не просто географическое. Русская земля, слово русская земля присутствует в переписке моего предка, между прочим, Владимира Мономака, со своим двоюродным братом Юрием Святославовичем. Так вы Рюрикович. Я Рюрикович. И это определенная забота именно о русской земле. Но эта забота, она должна существовать у каждого, на мой взгляд. А скажите, как далеко простирается русская земля? Извините, надо напоминать замечательную фразу президента. Это супруга. Это книги России. Княгиня. Где границы России? Нет? Россия без границ? Да, это хорошо, но мы видим, что многие страны в Европе стенами отделяются от мигрантов, которые хотят разрушить эту идентичность или самосознание государств. Поэтому и русская земля тоже должна быть четко определенной. Я родился под ландовским паспортом, то есть гражданином Российской империи. Следовательно, у меня скорее подсознательное восприятие всего имперское. И я был воспитан в военной среде, как и почти вся русская эмиграция по южу. Я говорю почти, потому что разные были. Ну то есть воин это защитник земли? Воин это защитник земли. Но это тоже определенная традиция. Эта традиция это не только защитник, это тот, кто служит русской земле. Вот почитайте, вот есть два текста совершенно изумительные. Это с одной стороны творчество Владимира Мономаха и слово о законе и благодати митрополита Илальона. Вы просмотрите, вы увидите, что все актуально. В 2017 году в Храме Христа Спасителя на конференции, посвященной столетию революции 1917 года, князь Шаховской выступил с яркой речью. Мы повторим ее здесь. Это особый момент сегодня. Почему? Не только ради 1917 года. Не только этого терапического предательства перед Россией. Ваши сегодня встречи – это определенное осознание этого момента. И осознание, что в нашей груди бьется одно сердце. И это сердце России. Мы можем смотреть в разные стороны, но единство должно быть. И возможности наши труды, все наши старания – это как раз созидание такого момента. Я считаю, что революция – это геноцид русского народа. Цель революции – это геноцид русского народа. Но с этим геноцидом мы никогда не предъявились. Это всегда геноцид, который мы потеряли не только революции, но самое драгоценное сословие, на котором строилась Россия – это русское крестьянство. Это геноцид, институт истории – это русский пасок. Очевидно, опасность революции 1917 года исходила от цветных окраин. Они порезали цивилизованный центр и лишили Российскую империю жизни. Темнолицые, солдаты и матросы, возглавляемые головорезами с курчавыми волосами, порезали русскую знать, а уцелевших изгнали из страны. В нынешнее время многое повторяется. Проблемы с Марией Владимировной Гогенсолерн, стремящиеся несколько десятилетий подряд овладеть российским троном, до сих пор не сняты. Она, этническая грузинка, армянка или еврейка, по-прежнему появляется на русской земле и предъявляет свои права на русскую власть. Дмитрий Михайлович, а как вы считаете, романовские бредни с Марией Гогенсолер, наша газета жестко выступала против этой самозванки? Да-да, я наслышал. Я считаю, что если у нее был бы статус от государства, это одно. Ну, с ней встречались в первые лица государства, в том числе и президент. Но она, это ничего не значит. У нее статуса такого нет. Но ее отец воевал против России в течение генерала эсэсовца. Никогда в жизни. Отец никогда генералом не был. Я его лично знал. А как ее поместили на икону? Она на иконе изображена. Мало ли, что делает это? Так это, это... Для музея привозили вот эту икону. Здесь наши представительские персонажи и персоналии, которые... Прекрасно. Прекрасно. Это Владимир Кириллович. Это Владимир Кириллович. Не надо думать, что Россия уникальна на этом пути. Помню, мой наставник и учитель, поэт Сергей Владимирович Михалков, лет 15 тому назад говорил мне, что Франция погибла. Тогда кочевники только покусывали эту страну. А сегодня они ее зажрали. Вы же родились во Франции. И получается, что сейчас проходит ликвидация Франции? Это вот Макрон, это вот миграционная политика. Я не узнаю ту Францию, в которой я воспитывался. А ваш прогноз, чем это кончится? Вы знаете, надо надеяться. Иншалла, да? Иншалла, да? По нашим сведениям, Трамп Рюрикович. Что? Трамп Рюрикович. Трамп. Да, но наверняка не по генам. Ну, это мы не знаем. Очень просто, достаточно анализа ДНК. Ну, да, но как его получить? Даже если вы получите, вы результата не получите. Русский мир, конечно же, очень нуждается в таких конгрессах и таких собраниях. Но больше слов нужны дела. Если в наших зарубежных высокородных соотечественниках действительно течет река ярости за поруганную Родину-Мать, то надо от конгрессов переходить к реальным мероприятиям. Напрямую поддерживать русских писателей, устраивать русские школы, русские детские сады, где преподавать вымирающую русскую культуру. Надо протежировать русским менеджерам и расставлять своих в государственных монополиях, крупных промышленных предприятиях, банках и тому подобное. Сегодня, когда мир накрывает очередная цветная волна, ценным является не участие в заседаниях, а реальное финансирование и вовремя оказанная конкретная политическая поддержка. Рюриковичи могут спасти Россию? Их же много все-таки. Я думаю, что каждый рюрикович, это чувствует себя рюрикой, старается помочь России. Редактор субтитров А.Семкин